Добрый вечер, вы смотрите программу Якутия Live, с вами Ирина Ефимова. У нас с вами, жители Якутии, есть одна замечательная особенность, помогающая нам эффективно справляться не только с экстремальными морозами, но и с любыми другими жизненными вызовами. Я имею в виду то, что в сложных и трудных ситуациях мы, якутияне, готовы объединиться и потянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. А сегодня наша особая поддержка и забота нужна всем участникам специальной военной операции, а также их родным и близким. Помощь идет не только со стороны республиканских властей. Работает единый добровольческий штаб по помощи бойцам и их семьям. В приобретении снаряжения, техники участвуют республиканские предприятия и предприниматели. Активно включены в помощь семьям мобилизованных и муниципалитеты, депутаты всех уровней. На днях открывается волонтерский центр в поспредстве Якутии в Москве. А с начала весны прошлого года в Якутии с бойцами СВО и их семьями ведут работу психологи. О том, как организована эта работа и каких результатов удалось достичь, мы сегодня поговорим с руководителем Республиканского психологического центра Владимиром Скрябиным. Добрый вечер, Владимир Борисович. Добрый вечер. Ну, первый вопрос такой. Вот работа с мобилизованными – это поручение или это инициатива вашего центра или вашего личного, сотрудников центра? Ну, действительно, те события, которые стали разворачиваться в стране, надо сказать, что мы подключились с марта текущего года, то есть с прошлого года, и, ну, были обращения матерей, были обращения родственников, и также начали приходить поручения с руководства Республики. Поэтому я думаю, что, ну, совпало, все как-то совокупность, все вместе стало происходить, и поэтому, учитывая то, что наш центр функционирует при Министерстве по делам молодежи и социальной коммуникации, и мы являемся координаторами психологических служб Республики, согласно распоряжению правительства, и, ну, как-то вышло логично, что вот эти функции, что эти функции стали нашими задачами. То есть появились запросы сначала, да? Да, действительно, были запросы и от родственников, и от матерей больше всего, потому что, ну, мы все понимаем, что беспокойство, были тревоги, агрессии много было, и мы стали брать на консультации и, как, скажем так, консультировать по поводу вот этих страхов, тревог, ну, за близких, естественно. Мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8-41-12-42-14-39, или отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8-914-235-0502. Ну вот, смотрите, работа хорошего профессионального психолога – это такой глубокий целостный процесс, тем более с участниками боевых действий, да? Тут насколько специалисты вашего центра были готовы к этому, или какое-то обучение, может быть, проводилось? Да, действительно, это такой очень широкий спектр специфической работы, отраслевой, я бы сказал, да? Я бы сказал о том, что подобная отраслевая работа, есть трудности вообще на федеральном уровне, и связанные с нормативно-правыми направлениями, законодательными направлениями, отсутствует единый закон о психологической помощи, поддержке. Поэтому отрадно, что у нас в республике функционирует наш центр, 22 года уже, 23 год пошел, потому что, ну, естественно, учитывая опыт нашего центра в кризисных ситуациях, это не только просто консультации, это кризисные, я имею в виду, мы являемся координаторами психологической спасательной службы совместно с Министерством чрезвычайной ситуации. Кроме этого, у нас кризисные ситуации связаны, когда происходят пожары, ДТП, когда есть погибшие, мы беремся за поддержку близких. И, учитывая весь этот опыт, кроме того, у нас работают такие специалисты практически психологии опытные, как Туприна Актиплина Ксенофонтана, которая является основателем нашего центра. И потому что, ну, у нее есть таких специалистов вообще единицы по стране, на самом деле. У нее есть опыт реабилитационных работ с участниками чеченской компании, афганской компании. То есть, поэтому, ну... Ну, вот она же одна, например, да? Ну, я скажу, что да, таких специалистов мало по стране вообще, да, потому что, ну, мы все знаем, что вот последствия чеченской, что, допустим, там не было в стране столько психологов и не было подготовленных специалистов. И, ну, у нашего центра есть опыт работы с кризисными, поэтому я считаю, что логично, что сейчас мы работаем в данной сфере. То есть, никакого обучения дополнительного не понадобилось? Ну, благодаря поручению председателя Межведетственной комиссии Палабкина Ольга Валерьевна, которая курирует, вот, именно Межведетственную комиссию по психологическим службам, были прикомандированы специалисты из других ведомств. То есть, мы по поручению правительства была организована межведомственная работа и со психологами Министерства образования, Министерства труда. Я очень признателен всем специалистам, которые, ну, оперативно подключились, и мы провели обучение именно по кризисным, по основам. Ну, я думаю, что, на самом деле, это такой широкий вопрос, который отраслевой. Я, как руководитель, организатор, могу об этом очень долго говорить. На самом деле, действительно, и так называемый посттравматический синдром тоже имеет свои особенности. Ну, необходимо постоянно этому обучаться и с привлечением федеральных специалистов тоже. Ну, вот как раз следующий вопрос у меня был именно о специфике работы психологов с участниками боевых действий. Ну, да, так называемый военный посттравматический синдром, оно происходит, проходит, переживается по-разному у каждого человека, вне зависимости от его характера, потому что данные события отражаются на психике любого человека, да? Поэтому это очень довольно глубокий, тонкий вопрос, поскольку наша задача — помочь, поддержать, адаптироваться человеку к мирной жизни. Кроме этого, с весны этого года мы ведем работу индивидуальную, групповую, с матерями, с супругами, с близкими, которые тоже очень, естественно, переживают. И эти последствия, их особенность в том, что они могут проявляться позже в жизни человека. То есть, например... Отложенное такое действие, да? Отложенный эффект, да. Вот это особенность вот этого посттравматического ПТСР, скажем так. То есть, может проявиться через несколько лет, какой-то триггер сработает, да? Конечно, это происходит годами, и вот наша задача сейчас — работать в том, чтобы наиболее эффективно адаптировать. А какие-то для этого профессиональные методы, специальные подходы используются? Ну, конечно, тут каждый специалист вырабатывает, естественно, свою модель. Каждый специалист, каждый психолог — это личность тоже, да, и имеет свои особенности, скажем так. Ну, если кратко говорить по методикам, то существуют кратковременные методики, средней эффективности, средней продолжительности и долговременные. Например, кратковременные, они связаны с тем, чтобы вначале нужно снять такой физиологический аспект, например, дыхательные, например, двигательные методики. Средней продолжительности, они связаны уже с работой над собой, техникой самоподдержки. Например. А длительные методики, они уже, например, группы встреч могут быть, где идет обсуждение, когда люди уже друг другу помогают, скажем так. А вот, кстати, что эффективнее, работа в группах или работа индивидуальна с психологами? Это всегда индивидуально. Кто-то больше откроется в группе, кто-то, наоборот, индивидуально, поскольку каждый травмирующий или кризисный, напряженный ситуации каждый человек испытывает по-разному. Поэтому я не скажу точно, что что-то эффективнее. Например, бывает так, что сначала индивидуальные работы, затем можно прийти в группу и комбинировать эти методики, эти подходы. Но это зависит, наверное, от того, с каким запросом человек обратился. То есть что-то легче в группе, что-то индивидуальное. Ну да, да, да. Потому что особенность группы в том, что когда ты чувствуешь, что ты не один, когда ты видишь переживания другого человека, ты начинаешь сопереживать. И тоже это, наоборот, помогает тебе самому собраться, скажем так. Вот мы работаем с группами матерей, мы работаем не только в городе, мы работаем, еще у нас 20 филиалов функционируют, работают. И на их базе тоже собираются группы. Также индивидуальные консультации проводят, проводятся выездные виды работы. Особенность группы в том, что когда ты делишься переживаниями, то это способствует, происходит эффективнее, скажем так. Ну и там какая-то групповая динамика появляется, да? То есть человек видит на изменения положительные у участников группы. Да, да, да. Когда ты озвучиваешь в группе, ну, как в фильмах показывают, возможно, это уже стереотип какой-то действительно, но когда ты делишься переживаниями, то это позволяет высвободить зажимы определенные. Когда проговариваешь, когда слушаешь, когда активно находишься во взаимодействии. Вы еще как-то говорили, что есть особенности своей работы с жителями северных и отдаленных районов. В чем заключаются эти сложности? Ну, действительно, надо, мы учитываем особые наши ментальные, национальные особенности, поскольку все-таки доступность различного рода услуг, доступность вообще многого на севере, она сокращена. И это действительно тоже отражается и на психике, и на характерах людей, потому что, ну, в малонаселенных пунктах, скажем так, людям труднее открываться, труднее делиться своими переживаниями, потому что у нас есть, ну, стереотипно, я может скажу, но мы, как северные люди, привыкли очень многое держать в себе, накапливая много напряжения. Ну, это и исследование показывает о том, что механизмы, например, адаптации жителя из более густонаселенного района, они более адаптивные, чем из дальних районов. Поэтому мы вводим практику выездных видов работ. Наше министерство плотно тоже проводит десанты, где собираются специалисты разных направлений. И выезжая, проводим консультации, тогда как, ну, то есть, чтобы жителям было комфортнее с незнакомым, ну, то есть с человеком, который приехал издалека, консультирует, и раскрываться эффективнее происходит. Кроме этого, благодаря поручениям главы республики по цифровизации, сейчас в разработке находятся онлайн-сервисы, ну, будем охватывать, будем стараться охватывать онлайн-консультациями там, где возможно это. Не так давно вы усилили работу с демобилизованными кутянами, то есть с теми, кто уже вернулся, да? Как проходит реабилитация? Есть ли динамика? Скажем так, человеку все равно важно чувствовать поддержку. Есть... Не каждому удается или не каждому просто сделать, получить поддержку от близких. Я не имею в виду, что близкие не окажут поддержку. Я имею в виду, что вот эти переживания, они настолько специфичны, что близкие могут быть не готовы или могут бояться, или могут не знать, как реагировать на определенные реакции. Поэтому мы усиливаем работу с демобилизованными, есть обратная связь, почти каждый, все подчеркивают о том, что необходимо вообще каждого демобилизованного, вернувшегося, то, чтобы проходили именно кроме медицинской реабилитации, кроме там реабилитации, связанной с физическим здоровьем, проходить и психологическую реабилитацию в том числе. Ваш центр разработал междисциплинарную маршрутизацию медико-психологической экспертизы. Как это организовано, эта работа? Да, это действительно мы считаем, что необходимо. Во-первых, думаю, что эти процессы в нашем обществе еще долго будут проходить, скажем так, этап исследования, потому что это необходимо изучать. Поэтому, ну вот, вот эта данная маршрутизация состоит в том, чтобы человек демобилизованный, военнослужащий получил медицинскую реабилитацию, также получил услуги, связанные по линии социального обслуживания, и уже в продолжительном периоде мог получать именно услуги по психологической реабилитации, где он мог бы учиться справляться с теми переживаниями, которые человек пережил. Это действительно программа республиканская, я думаю, что это очень важно и очень нужно. То есть как единый процесс, да? Да, как, это, скажем так, как единый, несколько ведомств участвуют в этом, в том, чтобы максимально охватить, максимальной поддержкой по всем направлениям. Ну вот вы сказали, что есть особенности у жителей северных, отдаленных районах, но наверняка же есть тоже разница в менталитете, там, у жителей города или сельскохозяйственного, села. Есть. Ну, скажем так... Ну и вообще вот по ментальности же считается, что тоже отличаются, да, жители даже разных улусов. Ну да, есть... Это вот все учитывается? Конечно, абсолютно точно мы это учитываем, поскольку нам важно, естественно, проводить и как на русском, так и на якутском языке консультации, естественно. Кроме этого, ну, как я вот говорил, что где густонаселенные районы, там, в принципе, механизмы адаптации у человека больше выработаны, и есть вероятность того, что эти механизмы будут происходить быстрее, скажем так, адаптация. А уже более отдаленные, вне зависимости от характера, то этот момент адаптации, момент возвращения к мирной жизни может занять просто больше времени. Это не значит, что этого не будет, просто оно будет более продолжительное, терапия потребуется. А вот этот синдром, то есть вот эта реабилитация, она всем нужна, да, обязательно, без исключения? Ну, конечно, я думаю, что... Я думаю, что определенное количество консультаций получить желательно, поскольку вообще на уровне страны это все должно, это будет изучаться, и действительно сейчас подтверждают очень многие, как научные институты, о том, что таких событий много лет не было, массово. Поэтому я думаю, что максимально надо будет, всем это нужно. Ну вот вы стали говорить, что работаете по еду десантов в каких-то отдаленных районах, но ведь у вас в районах тоже есть филиалы, да, насколько я... Да, но у нас не во всех районах, во-первых. Кроме того, мы, вот как я до этого говорил, что мы являемся координаторами психологических служб, и я думаю, что наша республика оказалась более готова к оказанию реабилитационных видов услуг, ну, то есть, как ты казенно сказал, готова к тому, чтобы поддержать военнослужащих, потому что и в районах тоже наши филиалы являются координаторами, потому что психологи функционируют, работают и в школах, и в разных ведомствах. То есть, также, поэтому психологам важно вместе собираться, вырабатывать единую политику, для того, чтобы наиболее качественно оказывать услуги для населения, для того, чтобы постоянно быть в развитии. Ну, вот специалисты центра еще и обучение проводят, да, там, находясь в командировках, я так понимаю? Да, конечно, нам важно не только психологов обучать, Кроме этого, важно для того, чтобы сами близкие были готовы, кроме этого, важно, чтобы все структуры, занятые в поддержке, в оказании помощи, поддержке администрации районов, специалисты, которые сопровождают, чтобы все были готовы чутко-тонко подходить с заботой. Забота же это... Забота кажется простым словом, но она... Это такое широкое понятие. Забота, может быть, я не имею в виду какое-то потакание или там баловать. Забота, прежде всего, это высокая ответственность каждого, кто занят в этой отрасли, оказание поддержки. Мы работаем со всеми, да? Ну, вот в Якутии работают горячие линии, номер 122, он в начале коронавируса еще работал, и можно было получить психологическую поддержку, позвонив по этому номеру. Сейчас до сих пор так, да? Да, наш центр, мы подключены к этой линии. Я думаю, что это очень эффективная практика, которая позволяет наиболее эффективно, быстрее, быстро дозвониться, получить поддержку. Ну, за все это время по данной линии охвачено более 700 человек услугами. Кроме этого, каждый житель республики может обратиться, записаться на консультации 3191-09 и, ну, записаться, получить консультацию. Либо по телефону, это можно анонимно, можно на якутском, на русском языке, как угодно. Да, как угодно. И на русском, и на якутском. Кроме этого, у нас есть своя линия. Федеральный номер 8800-135-50 работает тоже круглосуточно и анонимно, и как на русском, так и на якутском языке. А кто чаще обращается? С какими вопросами чаще обращаются? Чаще всего обращаются, естественно, женщины, мамы, супруги, близкие, родственники. Запросы разные. От того, просто чисто нужно поговорить, чтобы понять, как действовать. Например, их близкий военнослужащий долго не отвечает. Там же могут быть разные ситуации. Там же специфика своя разная. Кто-то выходит на связь, там, в зависимости от руководителей, часть, часть, где находятся военнослужащие. И в эти моменты важно проводить поддерживающие услуги, чтобы запросы... Ну, часто бывает связаны с тем, что человек не справляется с тревожностью. Мы начинаем часто накручивать сами себя и волноваться на близких. Наших отражается, скажем, на тех, кто в доме, в семье. Мамы часто отмечали, что сами закрываются в себе. И не видя своего уже, как они реагируют на своих близких, на детей, которые есть в доме. Вот с этим связаны запросы частые. А вот действительно большой класс работы – это работа с близкими, да? Как вы сказали, вот обращаются чаще всего, получается, женщины, жены, матери, сестры, дети. Вот как ведется работа с каждой группой? Да, всегда важно в работе группы именно в том, чтобы каждый проговаривал. И каждый... Есть такой механизм простой. Когда мы проговариваем наши страхи, мы не то чтобы от них избавляемся, мы начинаем уже искать конкретный ответ на то, как с этим справиться, с этой тревогой, с этим напряжением, агрессией, страхом, злостью. Очень много вот этих противоречивых чувств возникает от... Ну, естественно, много слез. И когда эти чувства проживаются, то человек... Человек получает возможность получить ответы, как я должна, как я должен действовать дальше. Потому что важно, естественно, тем ребятам, которые находятся в специальной военной операции, важно чувствовать поддержку, важно чувствовать того, что дома у него все в порядке, за него дома все спокойны. Тогда мужчина чувствует уже себя уверенно и чисто физиологически, физически более эффективно. Ну, вот, кстати, да, я не так давно читала о том, что мобилизованные, то есть сами мобилизованные обращались на горячую линию к психологу с вопросом о том, чтобы специалист подсказал, как сделать так, чтобы близкие за него перестали беспокоиться. Вот давайте какой-то небольшой совет, может быть, дадим. Близким. Ну, я думаю, что готовых техник нет на самом деле, да? И действительно, мы, не в каждой семье мы умеем показывать поддержку, скажем так. Нам чаще проще оказать, показать, проявить любовь действиями, да? А как ты это сделаешь, если, ну, на расстоянии действиями? Я имею в виду, что часто женщины выражают любовь, хорошо приготовив ужин или там. Поэтому я бы хотел порекомендовать тем, что важно оказывать поддержку тем, чтобы вы сами были спокойны, чтобы вы сами были уверены, крепки, ну, держать себя крепко, и тогда ваши мужчины тоже будут крепкими. Вот сохранять душевное равновесие, это такое, ну, такая очень важная вещь, да? Особенно в такие моменты каких-то потрясений. Вот есть какой-то психологический прием, который вот может многим помочь? Может, многим помочь? Я думаю, здесь, конечно, мне было бы важно, как специалисту, о том, чтобы... Я очень радуюсь и вижу, когда, например, по линии здравоохранения очень много упорядочивается, да, систематизируется. И, на самом деле, психологические знания, психологическая работа, а также самоподдержка должна стать частью нашей жизни. Вообще каждого. Это касается каждого, поскольку психология, это... Она работает везде. Не только в подобных кризисных ситуациях, но и в жизни. Это работает. Мы постоянно находимся среди людей. И... Прежде всего, я думаю, что очень важно знать себя, свои особенности, свои плюсы, минусы. И, естественно, проявлять заботу. Когда ты заботишься о других людях, на самом деле, помогая другим, помогаешь сам себе. Есть такое простое правило. Оно... Такой эффект имеет более широкий. Ну, вот вы сказали, что женщины обращаются чаще, чем мужчины. Это понятно, что вот... Как бы считается, что женщины более эмоциональны, более переживают. И как-то мужчине как будто стыдно проявлять слабость. Ну, я имел в виду данные ситуации. Нет, вот вообще. Вообще в нашей практике я... Это не так. То есть в нашей практике на сегодня сложилось, складывается, что обращение на самом деле 50 на 50 к услугам психолога. Вообще в целом, да? Не только касаясь данных, данной проблематики. И наоборот, это очень важно, чтобы мужчины тоже умели обращаться за поддержкой. И это и есть на самом деле сейчас. Это происходит и... То есть перестали стесняться, да, люди? Ну, думаю, да. Это как... Ну, с развитием... Сейчас очень многие... Много говорят же везде о том, что... Ментальное здоровье должно быть, успешное это должно быть. Да, так или иначе, в воздухе это витает. Поэтому обращение у нас 50 на 50. А, и мужчины, и женщины. А возраст? Какая-то выборка есть по возрасту? Ну, молодежь чаще обращается или... По возрасту, сейчас скажу. Вот мы последние годы подводили отчеты. Это довольно рабочий возраст. От 25 до 45. Это основная масса обращений. Обращаемых, обращающихся. То есть подростки реже обращаются, да, получается? Ну, подростки, скажем так, могут обратиться на круглосуточный телефон доверия. 8 800 135 50. Мы с подростками, мы работаем только через родителей. Поскольку, ну, это несовершеннолетние по запросу родителей. А анонимно не могут обратиться на телефон доверия. Ну, и расскажите о планах работы центра. Ну, да, действительно, планы состоят в том, чтобы... Вот психологическая практика, существует психологическая наука, есть преподаватели-психологи, есть психологи-практики. Я думаю, что у нас на государственном уровне, на федеральном уровне, на самом деле, учитывая все события, которые происходят, должна... Эта работа должна систематизироваться для того, чтобы человек, любой человек мог обратиться, чтобы это стало частью жизни человека. То, что он в любой ситуации, которая испытывает трудности, стресс, переживания. Потому что, ну, вот, за определенный короткий период времени молодой человек должен достичь очень много... Должен, скажем так, да? Ну, общество ставит определенные задачи. Должен создать семью, должен окончить учебное заведение, должен... Строиться на работу, чтобы сразу кучу денег получать еще. Ну, и вот каждый этот этап переживается определенными кризисами. Поэтому, ну, наша задача это в том, чтобы эту отрасль систематизировать для того, чтобы наше общество развивалось. Я очень приветствую то, что этот сегодня... Год... Нынешний год объявлен годом труда. Как и забота, труд, я думаю, что является одним из таких механизмов, который позволяет человеку развиваться. Потому что, ну, трудясь... Сегодня много исследований констатируют то, что много таких фундаментальных понятий, таких как свобода, ответственность, стали за последние десятилетия искажаться. Поэтому, ну, я думаю, что этот год труда должен быть довольно эффективным. Ну что ж, я желаю вам и вашим коллегам в год труда новых успехов и всем нам психологического, ментального здоровья. Да, психологического здоровья всем. Ну что ж, на этом выпуск программы «Якутия.Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите у нас по будням, 19.15. Расскажем, чем живет Якутия. Спасибо. Спасибо. Спасибо.